Всем привет, ребят! И в этом видео мне хотелось бы вам рассказать о моих семи годах опыта, о том, чему я научился за эти семь лет. Для тех, кто не знает, я уже... Я фронтенд-разработчик уже семь лет, и все эти семь лет я писал только на React. Ну, и был React Native, но я считаю, это как бы одна и та же технология. Мне хотелось бы с вами поделиться тем опытом, теми знаниями, которые я приобрел за все эти года. И, надеюсь, что-то из этого вам поможет. Первое, о чем я хочу вам сказать, это, когда вам ставят задачу, ее нужно выполнить любым способом. Что это означает? То есть, неважно, как вы ее сделаете, что вы будете использовать, нейросети, Google, чей-то чужой код. То есть, в первую очередь, в первую очередь, ожидают от вас, что вы сделаете то, что вам сказали. То есть, если вам сказали, за две недели сделайте таблицу, в которой будет drag and drop и так далее, вы обязаны сделать ее за две недели. Если вы чувствуете, что вы за две недели не сделаете, вы должны будете сказать, что две недели это слишком мало. Объяснить, почему это мало, то в нее что будет как бы включать задача, что вы будете делать, почему вам нужно больше времени. И когда вы договоритесь, например, на три недели, через три недели они будут ожидать то, что вы уже все сделаете. И как бы багов будет по минимуму. То есть, будет все как надо. Там склонение слов, drag and drop будет работать нормально. Если вам сказали, какую-то сортировку сделать, сортировка тоже должна быть. И как бы ожидать, что через две-три недели, ну, какой функционал вы сказали, должно быть все готово. И я повторюсь, всем все равно, как в первую очередь заказчикам, все равно, что вы будете использовать Google, нейросети. Главное, чтобы была задача была готова. Да, конечно, на ревью вам уже могут сказать, что здесь переделай, здесь у вас не так, здесь все типы не те, но вы должны это оперативно поправить. И самое главное, чтобы функционал был готов. Первым делом вам нужно, не нужно искать оптимальное решение, нужно просто сделать, просто чтобы работало. А потом уже нужно дорабатывать. Задачу сделать любым способом, это очень важный и очень полезный навык. Второе, о чем я научился, это, если вы не знаете, как делать, или не понимаете, нужно сказать сразу, при постановке задачи. Вы, например, делаете что-то, и вам ставят задачу. Вы, во-первых, обязаны спросить сразу, не то, что сидеть и кивать, мол, да, да, я сделаю там вам форму. То есть вы даже не спрашиваете, какая там валидация чего, да, я сделаю форму. Нет, так нельзя. Вы спрашиваете, когда вы ожидаете, нужна ли валидация, как эта форма будет выглядеть на мобильных устройствах, какие браузеры. И если это более специфическая, например, форма, например, в социальных сетях, там можно спросить, сколько клиентов будет на этой форме, готов ли дизайн. И нужно как можно больше вопросов задавать. И после того, как как бы разговор окончен, можно сказать, так, и в итоге вы ожидаете от меня то, и начинайте говорить, что вы будете делать, то есть как вы будете делать. И если вы понимаете, что когда вам говорят, а вы не знаете, вы говорите сразу, хорошо, я сделаю вам форму, но я не знаю, например, как сделать валидацию, условно говоря, к кому мне можно обратиться. Они, если, то есть вас не будут сразу увольнять за то, что вы не знаете, потому что, во-первых, когда вас уволят, нужно найти нового человека. А в бизнесе обычно так, чем скорее сделаете, тем это лучше. То есть когда вас взяли, они уже ожидают, что через две недели будет готово. А если вас уволят, через две недели ничего не будет готово, потому что нужно будет искать кого-то, нужно будет собеседовать и так далее. Поэтому нужно сразу сказать, извините, я, к сожалению, не компетентен в этом, я не делал валидацию, но я бы хотел найти того, кто мне поможет. То есть важно сразу подсветить, что вы не знаете. Конечно, речь не идет о том, что, извините, я не знаю React, я не знаю UseEffect, я никогда не пользовался Redux, ну или из какого-то другого. Важно просто сказать, что вы не понимаете, как делать, то есть я не понимаю, какая здесь валидация, а не то, что вы некомпетентны в каком-то инструменте. Даже можно, кстати, сказать, что я, например, никогда не работал с этой библиотекой. Кому я могу обратиться, чтобы мне помогли и чтобы я сделал задачу? Это очень полезный навык, почему? Потому что могут заложить риски, сказать, хорошо, если вы не знаете, тогда давайте вам дадим не две недели, а четыре. Но через четыре недели, чтобы было все готово. При таком подходе уже заказчик будет видеть, что вы честны, что вы ничего не утаиваете, чтобы в последний момент не было такого. Представляете, вы прокивали головой, что да-да, я сделаю, через две недели говорите, извините, я не сделал. И тогда уже, да, тогда уже будут последствия, тогда уже вам скажут, а почему вы сразу не сказали, а в чем была проблема, что стресса будет намного больше, чем вначале вы об этом скажете. То есть вначале уже можно что-то решить, а потом уже немного тяжелее. Еще один пункт, который я для себя понял, это нужно общаться с тестировщиком. Тестировщик ваш друг, естественно, компетентный тестировщик. Есть тестировщики, которые, видно, не понимают, о чем говорят, а есть люди, которые тоже хотят, чтобы было сделано как надо. И с тестировщиком можно поговорить. То есть фронтенд-разработчик пишет тесты и тестировщик тоже. С тестировщиком можно пообщаться, спросить, у тебя вот какие тесты, а какие мне лучше написать. А у меня вот здесь функционал не получается, как мне лучше сделать. Либо какой-то баг, он на вас, он вам сразу будет, он будет знать, что вы идете на контакт, он будет писать, типа, смотри, ты вот тут сделал, но вот тут вот у тебя неправильно. Типа, давай созвонимся с тобой и обсудим, типа, что, как нам сделать лучше, потому что не все задачи, как бы, не все кейсы вы в голове держите. А тестировщик может вам в этом помочь. То есть если вы нормально общаетесь, не агрессивно, то есть вы не думаете, что, блин, что он опять пишет, я тут сделал, я писал код, а он мне пишет, что я, типа, неправильно сделал. Нет, так не надо, нужно выйти на диалог, узнать и поправить то, что он от вас просит, потому что его задача как раз проверять вот эти вот кейсы, эти варианты, когда приложение может работать неправильно. И в этом случае он вам поможет, потому что вы же не хотите, чтобы вашим приложением, которым полно багов, пользовались и проклинали вас за то, что вы как разработчик не сделали нормально такую программу, которой они пользуются. Еще один пункт, который я очень ценю, это нужно уметь работать с командой. То есть вы должны понимать, что если вы работаете в команде, то есть вы делаете какой-то продукт, то есть если даже тестировщики на разных проектах, фронты на разных проектах, нужно хорошо общаться с людьми, нужно поддерживать контакт. Почему? То есть если вам кто-то написал там, что вы не так сделали, не надо ему резко отвечать. Можно спросить, а почему он так думает. Или, например, у вас в офисе есть человек, который знает больше, чем вы, но вы ему когда-то ответили как-то не так, то есть грубо. Он, конечно, уже вам больше не поможет. Либо какие-то другие люди, например, которые даже не в команде, но потенциально в будущем вы понимаете, что если вам что-то непонятно, вы можете прийти к нему. И поэтому так называемые софт-скиллы, нужно уметь общаться с людьми, лучше ни с кем не идти на конфликт. Да, есть люди, которые идут на конфликт, но важно уметь сглаживать углы и как бы не идти на конфронтацию какую-то. Потому что в будущем, даже если этот человек плохо общается с вами, то, может быть, он вам поможет. Поэтому нужно внимательно разговаривать и следить, так сказать, за языком, чтобы не было каких-то недопониманий или не было такого, что какой-то из членов вашей команды относится к вам с каким-то презрением или нерадением таким, что, типа, ну, я ему лучше... У него я не буду ничего узнавать, потому что он как-то странно отвечает, вот, спрошу-ка я у кого-то другого. Поэтому взаимодействие в команде очень важно. Еще один из пунктов — это нужно уметь предлагать варианты. То есть, когда идет обсуждение какого-то нового функционала, вы не должны сидеть и молча кивать. То есть, да-да, я все сделаю так, как вы скажете. Все. Нужно проявлять немного инициативу, так как вы фронт-энд-разработчик. В большинстве случаев фронт-энд-разработчик на проекте один. То есть, когда там их штук 10, они, скорее всего, отвечают за разный функционал. И вам, как человеку, то есть, например, будет дана возможность высказаться о каком-то проекте. А высказаться вам нужно иметь компетенции. То есть, и поэтому важно постоянно изучать, но это об этом чуть позже. То есть, когда вам спрашивают, не то, что спрашивают, а идет обсуждение какого-то нового функционала. Аналитик говорит, у нас будет такой функционал, например, форма какая-то и так далее, и так далее. Вы начинаете предлагать, а что если мы сделаем вот так вот? А я вижу это вот так вот, а в других проектах я делал вот так вот. То есть, и важно подсвечивать как профессионал, как человек, который знает немного больше, чем, например, аналитик, тестировщик, то, что вы все-таки программист, вы делаете эти, так сказать, функционалы, вот эти задачи. И вам нужно иметь как бы мнение свое о функционале. Вам нужно уметь предложить что-то. Вам нужно сказать, так вообще-то не делают, а делают вот так вот. Или так не делают, потому что там есть свои минусы. Но есть другой вариант, немного лучше. И я сейчас вам о нем расскажу. И начинайте рассказывать. То есть, когда вы делаете так, вы показываете свою компетентность. Вы даете, так сказать, кредит доверия своей команде. То есть, команда, неважно кто, бэкэнд-разработчик, аналитик, заказчик, будут видеть, что вы разбираетесь. У меня даже было такое. У нас в компании собрали новую команду как бы фронтов. И все были новые. Я очень давно работал, а люди все новые. Они там говорили, я вот год работаю, два. И был какой-то начальник тоже какой-то недавно пришел. И я начал как бы... Новички начали спрашивать у него. У него, мол, а как вот так вот, а вот так вот. И я вижу, они спрашивают какую-то задачу, которую я уже решал давно. И я всегда, то есть, как только они спрашивали, адресовывая вопрос ему. То есть, я его не перебивал. Я сразу как бы говорил, что а здесь нужно сделать так, а здесь так. Если у вас какой-то вопрос, идете туда. Если вам нужно сделать это, вы идете туда. И после всего этого со мной поговорил вот этот начальник и сказал. Я заметил, как активно отвечал. То есть, и это очень важно, как бы... Если вы знаете, нужно об этом сказать, а не просто молчать. Потому что, если вы будете молчать, то даже если вы будете суперкрутой программист, а вас никто не будет знать. И вас не порекомендуют, они не скажут. Вот этот человек знает больше, идите к нему. Вот. Поэтому иметь свое мнение в таких, как бы, вариантах очень важно. Это все, о чем я хотел поговорить. Расширяйте свой круглосор, изучайте. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok